Сегодня, благодаря священному преданию, которое сохранило нам Слово Божие, мы услышали повествование о страдании Бога человека, о том, как Христос Спаситель для того и пришел в этот мир, чтобы отдать себя в жертву за жизнь мира. Мы слышали Его сегодняшнее Спасительное Слово, которое Он обратил к Своим ученикам, а через них и к нам, ибо в молитве к Своему Небесному Отцу Он так и сказал, что хочу, чтобы мы были едины не только с апостолами, учениками Его, которые были самовидцами и служителями Слова, но и с теми, кто услышит проповедь о Христе, с теми, кто будет веровать ради их апостольского Слова. И это сбывается сегодня, ибо Слово Апостольское дошло до наших ушей, и мы услышали и поняли и разумели, в каком страшном состоянии пребывало человечество во дни земной жизни Господа нашего, Иисуса Христа. И как может человеческая злоба в совершенном ослеплении ложь назвать правдой и правду ложью, с беззаконными распять праведника и закрыть свои глаза и уши от света, который пришел в этот мир, чтобы просветить его и дать нам путь к Царству Божьему. Дошло ли до нашего сердца это слово? Это будет зависеть от нас, как мы его унесем в свои дома и как мы будем жить. Ведь когда человек подходит ко Кресту, он уже не может уйти тем, которым он был, ибо у Креста, у распятой истины человек не может лукавить. Именно здесь он становится тем, кем он есть. И перед лицом правды Божьей каждый видит свой нравственный образ. В каком мы состоянии и на какой мы стороне. Конечно, слыша эти слова Божественного Евангелия, мы чувствуем себя на стороне праведников, ибо осуждаем то, что сделали люди в тот момент. Но если бы мы находились в тот момент в Иудее, были такими законниками, фарисеями, которые служили преданием старцев, то как поступили бы мы? И каково милосердие Божие, что мы не тогда, а живем сейчас, чтобы нам не участвовать в грехах преступных, тех людей, которые сказали, что кровь его на нас и на детях наших. Но мы тоже находимся перед выбором, и наши злые дела – это дела, которые также распинают Господа. Ибо Он единожды принес Себя в жертву из-за тех, кто были, из-за тех, кто будет. Поэтому наше ответное слово после слышанного так внимательно здесь в храме. Должно быть слово благочестия, ибо Господь сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди Мои». Будем же служителями Нового Завета, в той Божественной крови, которая пролилась на Голгофе. Не будем повторять ошибок падшего человечества, и укрепимся этим Божественным Словом, которое с такой любовью дано нам для руководства ко спасению. Пусть Господь примет и нас, как благоразумного разбойника, сознающих свое несовершенство и свои немощи, но стремящихся изменить свою жизнь и быть с Ним до скончания века. Дай Бог, чтобы наше служение в мире было служением правде, Богу истине и Святой Церкви, которая хранит Божественную Любовь в тех таинствах, которые совершаются и до ныне. Я приветствую вас в этот вечерний час. Сейчас вы понесете огонь этого великого четверга в свои дома, и с этим огнем пусть придет любовь в ваши семьи, прощение, милосердие и все те качества, ради которых Господь пошел до креста и до смерти, чтобы мы были его детьми. По обычаю мы сейчас подойдем и облобызаем крест Христов. Поэтому, не спеша, после священнослужителей, подойдите к Голгофе и помолитесь Господу, и попросите у Него быть в его правде, быть с Ним, быть навсегда в Божественной истине, которая и делает нас людьми. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...